Девица. Село в Семилукском районе Воронежской области. Административный центр девицкого сельского поселения. Село Девица расположено в центральной части поселения по берегам реки Девица, в 6 километрах от ее впадения в реку Дон. Село было основано в начале 17 века ниже по течению реки Девица, на ее правом берегу, почти у места впадения в реку Дон. Ныне на этом месте расположено село Старое. Девица – название двух сел в пределах Воронежской области и у двух рек правых притоков Дона. Та река, что впадает в Дон у Семилук, называлась в документах 16-17 веков Смердячей Девицей. Другая река Девица, впадающая в Дон ниже, называлась Красной Девицей. С конца 17 века обе реки обычно называются просто Девицами, без эпитетов. Названия рек Древние – Русские. Возникли они, по всей вероятности, во времена Киевской Руси, когда на берегах Дона в этих местах существовали древнерусские укрепленные поселения. Впервые село упоминается в дозорной книге 1615 года. В 1676 году здесь насчитывался 141 двор. В 1732 году в Девице была построена деревянная Архангельская церковь. На рубеже XVIII-XIX веков село было перенесено выше по течению, на современное место. Каменная с колокольней церковь Михаила Архангела была построена в 1830 году. До этого была деревянная церковь, построенная в 1732 году. Главный престол был освящен в честь Архангела Михаила, правый – в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, левый – в честь Святой Троицы. Церковь построена по образцовому проекту в стиле классицизма. По данному проекту построено всего три храма в России. Здание церкви кирпичное, цоколь выложен из крупных каменных блоков. На территории церкви имеется три старинных надгробия и одна могила священника. В 1900 году в селе насчитывалось 6213 жителей, 857 дворов, 5 общественных зданий, школа, 10 витриных и одна водяная мельница, 4 крупоружки, 4 кузницы, 6 мелочных, винная, пивная, 3 чайных лавки и 2 трактира. В 1906 году в селе уже действовало кредитное товарищество, работали две начальные школы. В тяжелые времена богоборческой власти в 1922 году под видом помощи голодающим из храма были взяты ценности, иконы, ризы, церковная утварь в количестве одного пуда 15 фунтов и 20 золотников серебра. В 1939 году храм был закрыт для верующих, в нем разместили склад зерна. Согласно архивным данным, немцы оккупировали село Девицу в июле 1942 года. Они установили жесткую комендатуру, создали отделение гестапо. Школу взорвали, а полуразрушенную церковь обнесли колючей проволокой и превратили в один из лагерей. По рассказам историков и краеведов, раненых советских солдат и офицеров здесь держали по 700-800 человек, без еды и медицинской помощи. Сюда ежедневно десятками доставляли тяжело раненых бойцов и командиров, захваченных в плен в боях за Воронеж. Пленные умирали от истощения и болезней. Гитлеровцы планомерно и жестоко допрашивали раненых военнопленных. Некоторых пленных гитлеровцы расстреливали тут же на месте и сбрасывали в большую яму, вырытую на территории лагеря. В помещении церкви немцы выломали полы для переправы на другой берег реки Девица. Солдаты, захваченные в плен, мерзли в неотапливаемом храме, в котором не было даже стекол в окнах. Гитлеровцы кормили пленных лишь мерзлой свеклой и картошкой. Жители села пытались хоть чем-то помочь воинам, оказавшимся в беде. Многие сельчане, рискуя жизнью, пробирались к проволочному заграждению и передавали раненым продукты. О том, что творилось в селе, свидетельствуют находки, которые порой поражали опытных поисковиков. В ста метрах от девицкой больницы обнаружили останки 50 женщин и мужчин, а недалеко от церкви – яму с детскими скелетами. Четырехлетняя Лида Татаринцева оказалась в гуще этих событий вместе с мамой Акулиной и годовалым братиком Юрой. Папа погиб в первый год войны во время бомбежки. Фашисты выгнали Акулину с двумя детьми из дома, оборудовав их сад под стоянку боевой техники. Несколько недель Татаринцевы прятались в землянке, но вынуждены были уйти и оттуда. По рассказам мамы, в землянку нас пустил сосед, который копал ее для своей жены и троих детей. Потом ему пришлось нас выгнать, поскольку восьмером там было очень тесно, пояснила Лидия. Зимой 1942 года Татаринцевых погнали в пересыльные лагеря, откуда они должны были попасть в Освенцим. Дойти до пересыльного лагеря было под силу не каждому. Малышам и старикам приходилось преодолевать по 20-30 километров без остановки. Тех, кто падал, враги добивали на месте. У меня от усталости немели ноги, но лай собак и грозные крики позади заставляли двигаться без остановки. Вспоминает Лидия дорогу в 25 километров к лагерю на станции Курбатова в Нижнедивицком районе Воронежской области. За колючей проволокой у станции Курбатова семья пробыла несколько дней. Затем узников посадили в поезд и повезли в Курскую область, где фашисты в годы оккупации создали 8 пересыльных лагерей. Лида и ее родные попали в лагерь на Глинище. Вот цитата из сообщений администрации города Курска об этом месте. Ужасают детали, описанные чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников. В лагере на Глинище советской комендатуры были обнаружены на проволоке части тел военнопленных, развешаны трупы сожженных заключенных. В последние дни оккупации, понимая свое поражение, фашисты зверствовали особенно. На территории Курской области гитлеровцы замучили 9826 пленных. Освобождение села от оккупантов произошло в конце января 1943 года в ходе Воронежско-Косторнинской операции советских войск. Советские воины, павшие при освобождении села, похоронены на братской могиле близ автотрассы Воронеж-Курск. Мемориал павшим в Великой Отечественной войне расположен напротив церкви Михаила Архангела. Первоначально здесь были захоронены 45 бойцов и три командира 8-й артиллерийской бригады и 121-й стрелковой дивизии 60-й армии, погибшие при освобождении села в январе 1943 года. Полного списка погибших нет. Известно, что их было 48 человек, из них три офицера. На их могиле в 1947 году был установлен временный обелиск, а в 1974 году Воронежским художественным фондом был создан скульптурный памятник. После ухода немцев из села церковь находилась в заброшенном состоянии до конца войны. Не было крестов, крыша разрушена, сильно протекала, штукатурка стен практически вся облуплена, старинные росписи не сохранились, стекла выбиты, не было алтарей, иконостасов, церковной утвари и икон. В 1945-1946 годах жительница села Кондратьева Мария Федоровна собрала подписи односельчан на открытие храма. И в 1946 году храм был открыт. По благословению правящего архиерея, преосвященного епископа Иосифа, в храм Михаила Архангела был назначен настоятелем отец Иоанн, который стал руководить восстановлением храма. Судьба его сложилась нелегко. Гонение, притеснение властей, десять лет лагерей за вероисповедание. Служа в селе, девица Иоанн помогает своей семье, которые жили в Воронеже, во избежание притеснений со стороны властей. Со временем он принимает монашество, постригается в схему с именем Лазарь. Много людей приходило в храмы из дальних сел. Яндовище, хохол, станция Латная. Ведь вокруг и в то время другие храмы не сохранились. В 1947 году, к празднику Святой Троицы, стены храма побелили зеленкой, полы замазали глиной, сделали небольшой алтарь, стены украсили ветвями деревьев. Батюшка был изумлен, увидев преобразившийся храм. Старостой храма в то время был Криватулов Василий Федорович, помогавший восстанавливать церковь. До сентября 2003 года настоятелем храма был протеерей Алексей Куличихин. Его сменил протеерей Иоанн Георгиевич Спельник, служивший до этого в Знаменском храме города Борисоглебска. Он возглавляет приход с 2003 года по наши дни. За это время был произведен капитальный ремонт куполов, крыши храма, заменена вся наружная штукатурка, которая не менялась с 1946 года. Ведется внутренний ремонт церкви. С помощью благотворителей приход приобрел новые колокола. В храме работает воскресная школа и есть церковная библиотека. На территории церкви имеются три старинных надгробия и одно захоронение священнослужителей. В окрестностях Девицы велась разработка мела и огнеупорных глин. В настоящее время в селе Девица имеется предприятие Девицкий колос, средняя школа, детская школа искусств, библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. На 2011 год в селе проживает 4551 человек. Продолжение следует...